Бизнесмены из 30 стран мира приняли участие в работе инвестиционного форума, который прошел в Астане в преддверии дня индустриализации. Потенциальным партнерам рассказывали, куда лучше вкладывать инвестиции и почему это выгодно делать именно в Казахстане. Уже в первый день работы форума заключили соглашения и меморандумов более чем на 3 миллиарда долларов. Зарина Бесембина с подробностями. На инвестиционный форум столицу Казахстана прибыли представители более 100 зарубежных компаний, финансовых институтов и международных организаций. Их интересуют будущие совместные проекты, а их может быть очень много. На форуме рассказали, почему вкладывать деньги в казахстанскую экономику сегодня выгодно. По данным отчета PricewaterhouseCoopers и Всемирного банка по уровню благоприятности налогового климата, Казахстан занял 18 место среди 189 стран. Таких результатов удалось добиться благодаря реформам по улучшению условий для инвесторов. В качестве переференции Казахстан предлагает партнерам освобождение от уплаты ряда налогов и безвизовый режим. Для более эффективной работы госуслуги ответы на запросы и нормативные акты теперь будут предоставлять на английском языке. Сегодня правительство Казахстана заявляет о своей приверженности политика создания самых благоприятных условий для инвесторов. Если вы спросите меня, что на сегодня правительство сделало для улучшения инвестиционного климата, то я могу с уверенностью сказать, конкретные решения есть и вы можете опираться на них. Для стимулирования притока инвестиций мы разработали новую национальную инвестиционную стратегию и приступили к ее реализации. Создано национальное агентство по привлечению инвестиций «Казахинвест» с сетью зарубежных и региональных структур. И именно она будет выступать в качестве единого переговорщика от имени правительства. Кроме того, в наших посольствах, в ключевых странах назначены советники послов по инвестициям. Все они сегодня доступны для вас. Помимо конкретных инструментов для удобного ведения бизнеса, на форуме рассказали о самых прибыльных отраслях казахстанской экономики. По словам экспертов, выгодными для вложений являются металлургия, нефтепереработка, машиностроение, производство меди, золота, ну и, конечно же, геологоразведка. Пробышленные предприятия Казахстана готовы внедрять передовые технологии, элементы индустрии 4.0 и автоматизацию. Однако для успешной реализации этих планов необходим приток новых инвестиций. Мы уже много-много лет являемся инвесторами в республике. У нас крупнейшее предприятие «Угольная богатырь». Мы 50 на 50 владельцы вместе с компанией «Самрук». Мы очень рады этой инвестиции. Мы планируем ее развивать. У нас довольно большие планы по продолжению этих инвестиций. И вот то, что сегодня было сказано, я считаю, что это дает просто дополнительную уверенность. И все новые инвесторы, если есть какие-то сомнения, пусть они их отбросят и приходят в Казахстан. Это очень правильное место для инвестиций. С восточной стороны огромная экономика Китая. С юго-западной стороны огромная экономика и территория населения Ирана. Рядом Индия, с севера Россия, на запад, чуть дальше на запад, западная Европа. И Казахстан пытается сейчас аккумулировать вот эти традиции, экономический потенциал всех этих стран. Это очень важно и очень привлекательно на самом деле. Отмечу, на полях форума заключили более 10 контрактов на общую сумму более 3 миллиардов долларов США. По словам Бахаджана Сагентаева, правительство намерено и дальше улучшать условия для зарубежных инвесторов. В стране идет создание новой модели экономического роста за счет сокращения роли государства в экономике. Поэтому Астана открыто приглашает инвесторов войти в перспективные казахстанские проекты.